Добрый день, дорогие друзья! Такие прям страшные события происходят в Анапе. Вчера я показывал, как уничтожают мотоциклисты наши дюны, за что меня пообещали избить всем городом. Нет, точно сказали, что полгорода мечтает меня избить. Говорят о том, чтобы я уже уезжал отсюда и обещают обоссать публично. Причем не один человек, а сразу группа лиц. И при этом заявляют, что полицейские работают, люди, которые там катались, работают в полиции и не хотят со мной разговаривать на территории полицейского участка. Это меня подвергает в какие-то смуты сомнения. Но, чтобы не быть голословным, я вам представлю публичный чат, который находится в типичной Анапе. Они репостнули к себе туда мое видео и понеслась жара. Добрый день, дорогие друзья! Сделал репост типичной Анапе, мои записи про уничтожение дюн мотоциклистам. Видите, как они по растениям катаются, вспахивая их и уничтожая растения мототехникой, что запрещено. И так как губернатор сделал у нас дюны Анапской пересепи, особо охраняемой природной территории, выезд на нее любого транспорта запрещен. Репост сделали и здесь у нас 264 тысячи комментариев. Началось все с простеньких оскорблений. Я постараюсь вам сейчас показать. Тут много комментариев. То есть, тут сначала так лояльно-лояльно, а потом уже пошли болен, дебилы и так далее и тому подобное. То есть, совершенно люди прячущиеся за какими-то аватарками, но говорящие о том, что были участниками этого конфликта. То есть, они здесь катались. У меня есть номера одной из машин, которая привезла сюда на пляже. Эти мото-байки, которые катались по нашим дюнам. Я думаю, через ту машинку можно будет непосредственно на всех выйти. Я буду писать заявление на вот это вот все, то, что происходит. Потому что, ну, считаю это ненормальными действиями. И когда, ну, как драться, нет смысла. Потому что это законом тоже у нас, так сказать, наказуемо. И проще всего в правовое поле уйти. Я им предложил, говорю, ребятки, давайте, раз вы считаете, что вы такие вот правые, пойдем в полицейский участок. Раз вы ничего не нарушали, возьмете свои байки. Ну, если вас их не конфискуют и вас никто наказывать не будет, я публично перед вами извинюсь за то, что снял. Тут и сам, так сказать, не прав. Ну, если нет, то, говорю, сделаем все наоборот. И вы будете приносить извинения, и ваши мотоциклы пускай конфисковывают. Ну, что мне было предложено, сейчас я вам скажу дословно, то, что они не хотят встречаться в полицейском участке, потому что некоторые из них там работают. Вот я, кстати, скидывал законы, которые они нарушают. Можете ставить на паузу, прочитать полностью все сообщения, специально фиксируют для полиции, чтобы они никуда не делись. То есть, вот, самая жесть, это, конечно, то, что там обоссать и так далее, звучит с их уст, так сказать, это на самом деле печально. Вот, когда людям скидываешь законы, они говорят, что нету, про мотоциклы нету. Любой транспорт, выезжающий на особо охраняемой территории, он преследуется с законом, идет до вплоть конфискации того транспортного средства, орудия даже написано, не транспортного средства, а орудия, нарушения. Вот я, смотрите, предложил. То есть, давай сразу в полицию, чтобы далеко не ходить. Вы, как мужики ответственные, возьмете свой инвентарь, и вам всем нам разъяснят законы нашей страны. Если я не прав, я публично извинюсь. Если участники этой акции на уничтожение Дюн, сдадите свой инвентарь и также извинитесь. С вопросом пишет, нет где-нибудь на нейтральной территории, некоторым не хочется встретиться с тобой на своей работе. То есть, говоря о том, что в полиции работают те люди, которых я здесь заснял. Это вот такая тень, прям на плетень наводится. То, что не хочется верить, что полицейские, зная наши законы, охраняя их, они их нарушают, своими байками, катаясь по нашим Дюнам. Вот не хочется мне в это верить, надеюсь, что они докажут обратное. Вот, видите, тоже человек такой пишет, обязательно займусь в рот твой носу. А вот предлагают, а другое, ты приходи, мы тебе все объясним. Далее уже составляешь заявление, если споткнулся, когда уходил. Снимаешь побои, относишь на дежурку, там разберутся обязательно. Вот такое решение. То есть, я сказал, что пошел писать заявление в полицию, чтобы потом не было такой вот билет, потому что не слышали, не знали и так далее. И вот это видео прошут, как бы, наши полицейские органы принять, как и заявление общественного человека, заниматься общественной деятельностью, личной, чтобы не было потом никаких удалений, потому что никто ничего не говорил, никто ничего не видел и не знал. Я считаю, что угрозы жизнью, угрозы публичных оскорблений, то есть, по тому, что басу, я считаю, что это, ну, как-то вообще, даже, в принципе, ненормально для мужчин использовать, ну, иметь такие даже желания, ну, это уже, как говорится, переход всех правил, ну, и плюс предложение прийти, потом споткнуться и побоитесь давать, считаю, полной угрозой, хотя там выше было, что у меня полгорода хочет избить уже очень давно. То есть, все здесь, в этих текстах присутствуют, скриншоты, чат сам, и, ну, жуть, наши дюны получаются довольно-таки опасное место, и защищать их приходится даже с теми людьми, кто устраивает здесь покатушки. Причем, вот на машине, когда я выезжал, там было написано, это в прошлом моем видео, там и номер есть прицепа, на котором привезли эти мотобайки, и то, что ребята предлагают коммерческие услуги. То есть, коммерция угрожает жизнью мне. Вот так вот и живем. Это Анапа, бойтесь, ребята, здесь все очень страшно.